Особое мнение на 101FM Вопросы на сайте я посмотрю чуть-чуть позже Мы с Дмитрием Михайловичем запланировали несколько интересных тем Про Владимира Васильевича Быкова, конечно, хочется поговорить Такая топовая новость вчерашнего дня Да, и про выборы, и назначение мэра города В общем, про многое хочется поговорить Но вот прямо сейчас я хотела попросить Дмитрия Русских прокомментировать новости Которые пока еще есть только в телеграм-каналах Константин Сичихин, в дневнике общественника, пишет, что Молодежный парламент будет расформирован Молодежный парламент Кировской области И это может случиться на днях По вот инсайдерской пока информации я скажу 14 членов молодежного парламента вроде бы написали заявление о выходе Я не знаю, как там процедурно бывает Если треть парламента собирается выходить Надо расформировать парламент, объявлять новые выборы или нет Насколько я понимаю, оппозиционная коалиция У которых большинство в молодежном парламенте новоизбранном И вот такая, не знаю, они называют их административными кандидатами Коллектом по парламенту, 14 человек Ну, которая представляет, в принципе, на мой взгляд, я тоже считаю, что партию Единую Россию, да, их меньше, но вот их 14 человек Они не нашли общего языка Я так понимаю, что они никак не могли выстроить диалог И, видимо, устав бороться, решили выйти Это пока неофициальная информация Мне, знаешь, хочется сразу сказать Вот крылатая фраза той недели Нравится, не нравится, терпи, моя красавица Это какой-то ужасный анекдот, между прочим Да, то в данном случае, понимаете, 14 депутатам, которые находятся в меньшинстве Единой России Очень не нравится, как все происходит А мне очень, между прочим, не нравится, что люди, которые в большинстве в парламенте Начинают вести себя как Единая Россия Или как обвиняют Единой Россию, что она себя так Не слышат друг друга Диалог надо выстраивать Если ты меня спрашиваешь, я вообще как бы не понимаю, для чего это вообще нужно В смысле, молодежный парламент для чего нужен? Именно в том формате, в котором сегодня его видят То именно видят в здании правительства Кировской области И видят его как организатор и главный идейный идеолог Председатель ЗАГС Собрания Роман Александрович Береснев Насколько я помню, ведь идея Романа Береснева была в том, чтобы выборы реальные провести в молодежный парламент Сейчас прошли реальные выборы, и мне нравится, как они прошли Но слушайте, у нас молодежный парламент избирается на год Но мы пока не знаем, нравится, как прошли или нет Мы вообще не уверены, что его распустят Это пока только в телеграм-каналах Это же написали, что 14, но телеграм-канал написали те, которые Как раз эти ребята, которые входят в состав 14 человек Ага, то есть вы думаете, не лишено это основание, и действительно парламент будет распущен? Ну, наверное Если 14 написали, то там уже корум Какая-то очень некрасивая история получается, Дмитрий Михайлович Ну, я так понимаю, что я тебе и сказал Нравится, не нравится, терпимая красавица Организовали выборы свободные по молодежному парламенту Значит, получили в большинстве случаев ребят, которые имеют другие взгляды, чем Единая Россия Ну, вот всем все и закончилось Ну, может, еще не закончилось Я просто, я регламент не знаю Я тоже не знаю Честно говоря, то в данном случае мы на протяжении большого периода находимся в положении Когда вот 14 нас депутатов, представляющие Справедливую Россию, ЛДПР и частично КПР Ну, и в основном В Загонодательном собрании Да, у нас тоже вот из 40 от 14 Давят вас там? Не дают высказываться? Зажимают всяческие дайвы? Мы же не сдаем мандаты Мы находимся в меньшинстве на протяжении большого периода времени Терпите, да? Мы терпим, мы работаем Просто у нас есть цели и задачи Мы считаем, что вода камень точит Что все равно мы рано или поздно придем к тому, о чем мы говорим Ну, а как? По-другому нельзя Просто многие не привыкли работать именно в меньшинстве И когда на тебя все давят А это определенный политический опыт на самом деле Я считаю, что очень большой И для молодых ребят это было бы хорошей школой Когда ты должен договориться с любым Своим коллегам И найти компромисс Ну, правда, с компромиссами всегда сложнее Ну, это правда Не все, может быть, готовы к этому И не знаю вообще Есть ли у нас в политической культуре сейчас это? Готовят ли к этому? Когда-то в 90-х это было, да? Когда формировались какие-то объединения, коалиции Приходилось друг с другом договариваться Просто за последние там, не знаю, лет 20-30 Как-то вот этот опыт подрастерялся, наверное А он никому не нужен Потому что сегодня людей назначают на должности И продвигают не по своим профессиональным и человеческим качествам Совершенно по другим В общем, вы против распуска, если что? Я считаю, что как бы это их право и их решение Но в данном случае, я считаю, что очень мало времени прошло И сразу так взять и распуститься что-то не понравилось Но год до года осталось, на самом деле, до сентября не так много Можно было доработать и, в принципе, не создавать ту ситуацию, которая сложилась На самом деле, я не знаю там, что происходит Я, к сожалению, ни разу не был Не успели еще дойти Да, я буквально собирался Вот они хотели очередное проводить в марте месяце Я хотел просто очень много читаю и слышу Очень интересно было бы сходить посмотреть на живое молодежный парламент Живой Ну, может, еще подождите Может, еще все это слухи Ничего не подтвердится И у вас еще все получится Сходить посмотреть на живое молодежный парламент Мне бы тоже хотелось, чтобы все все-таки сохранилось И люди как-то нашли общий язык Ладно, мы переходим к темам более, не знаю, там, серьезным Еще более печальным Печали очень много в жизни А может, я не знаю, для кого-то может быть и радостным Хотя, на самом деле, честно вам скажу Вчерашняя вечерняя новость о том, что прокурор потребовал для Владимира Быкова 12 лет колонии У меня такие двойственные чувства вызвало С одной стороны, там, Владимира Васильевича в этой студии много кто ругал В том числе и вы, и в то время, когда он был при власти и в ЗАГС собрании, и в городе И да, были люди, которые говорили, что он делал их хорошее У меня позиция такая, что надо Как бы высказывать негативные отношения Ругать или хвалить людей, когда они находятся при должности Не после Не после Значит, а то все, что происходит после, это уже никому не интересно Значит, ты набери смелости и говори человеку в глаза то, что он делает плохо, когда он при должности Так вот, 12 лет Вы знаете, у меня вчера было ощущение, что это как-то, ну, просто вот очень много Все-таки человек пожилой, человек, как бы там к нему кто не относился и какие бы преступления ему не вменялись А по пяти статьям Уголовного кодекса, напомню, да, обвиняют Владимира Быкова В том числе мошенничество, организация растраты денег, получение взятки в особо крупных размерах Все это, да И, наверное, по Уголовно-процессуальному кодексу вот этот срок, он как-то соответствует Ну, соответствует, потому что наказание, которое должно быть Я так до конца не понял, по ходу, что там еще идет 210-е, это организованная преступная группа То в данном случае мы там понимаем, что на протяжении большого периода времени там, да Не просто работал один человек, а работала целая организованная группа Значит, конечно, из-за этого запрос прокурора довольно-таки приличный Это, в принципе, укладывается в размер тех хищений и тех всех нарушений, которые произведены Ну, понятно, что, наверное, 12 не будет Думаете, будет меньше? Я думаю, будет чуть меньше, но Защита как раз, кстати, сегодня должна выступать в суде Да, ну, в данном случае, понимаете, ведь тут ничего неожиданного нет Было неожиданно, когда 10 лет об этом все молчали и ничего не происходило А потом случилось А когда случилось, там уже процесс пошел И в данном варианте, когда у нас и Владимир Васильевич, и сегодняшние деятели, которые должны на это обратить внимание Которые работают в городе и в области О том, что у нас неприкасаемых-то на таких уровнях нет У нас есть люди неприкасаемые, но они находятся в Москве А все, кто работают на территориях и в муниципалитетах и в региональных правительствах Они должны четко понимать, что рано или поздно все может произойти И когда ты приходишь на государственную работу, ты должен думать, в первую очередь, не как свой карман набить, да А как сделать что-то полезное для людей В обратном случае туда не надо приходить, потому что это все закончится очень трагично Ну вот вам один из примеров Тогда ты говоришь, что 12 много А тогда мне вопрос Я не знаю, с точки зрения закона, много это или мало Может быть, это и справедливо А Никите Юрьевичу Белых 8, это как? Это очень много Я вообще не уверена, честно говоря, в виновности Никиты Юрьевича Белыха Об этом студии мы много говорим Тут, понимаете, есть машина Если ты в нее уже в журнала попал, ты уже ни на кого не обижайся Ты сам создал ту ситуацию, в которой ты оказался Дай бог всем здоровья и терпения Так что я как бы отношусь к этому совершенно понятно, внятно В данном случае преступления, они там налицо Состояние, которое 10 лет в городе Кире происходило Тоже, в принципе, все кировчане знают То уже какое вынесет решение суд, это уже решение суда Ни в коем случае не стремимся оказывать давление на суд Не-не, мы не дали, мы просто обсуждаем там много или это мало На этом можно посмотреть по-разному Мне кажется, для человека в возрасте Владимира Быкова это много Извините, это вот на всю оставшуюся жизнь возможно Тогда человек, когда в таком возрасте принимает какие-то негативные решения То он должен думать, а как, если это все пойдет не так Да, то в данном случае я вам скажу, что ущерб, который нанесен за 10 лет Он тоже не сопоставим с тем размахом, которые происходили, когда город фактически находился в руках одного человека И его руководителей То есть вы считаете наказание справедливости? Я не считаю Я считаю, что суд определит Уголовные дела заведены Они, значит, ну как бы ни для кого Наверное, секретом нет, что в большинстве случаев это на самом деле так и было И то, что сегодня мы слышим и видим, что он тут ни при чем И он тут нигде не присутствовал И вообще он как бы даже не в курсе, чего происходило Но, конечно, эта штука немножко не работает уже Мы жили вместе все в этом городе Мы знаем, что было с Парком Победы, с точечной застройкой И как много, кстати, об этом говорилось, в том числе публично, в медиа То есть можно было задуматься Меня тогда это больше раздражало, что мы очень много говорили и ничего не происходило Никто никак не реагирует, да? Нужно, потребовалось 10 лет Потребовалось 10 лет для того, чтобы, по крайней мере, возбудить уголовные дела Хорошо, еще тогда один аспект этой темы Мы видели до момента озвучивания вот этих 12 лет для Владимира Быкова Мы видели приговоры людям, которые так или иначе в этих делах были задействованы И там сроки, конечно, гораздо мягче Там люди сотрудничали со следствием Со следствием они давали признательные показания, в том числе, наверное, и на господина Быкова Вот, а телеграм-каналы, например, сейчас задаются вопросом вот каким Вообще-то решение об изменении статуса земли в Парке Победы принимали депутаты Кировской городской думы И вообще-то они не детсадники То есть все они взрослые люди И точно так же они несли, наверное, какие-то мысли какие-то у них были Что, может быть, не совсем правильно они это делают Выделяя участки земли под застройку Но, тем не менее, это сделали Почему-то к депутатам Кировской городской думы претензий нет К тем, кто голосовал в поддержку этого вопроса Ну, и я тут могу с этим согласиться Точно такая же сейчас ситуация, когда депутаты ЗАГСа голосуют По совершенно коррупционным вопросам И это в последствии будет все доказано Они все равно несут, любой депутат, персональную ответственность за свое голосование И говорить о том, что я там не знал, да это нам сказали одно, другое Вообще никто не знал, что так получится, да? Да, да, ну это изначально было понятно И в данном варианте мы снова приходим к такой мысли Что, конечно, основная часть голосующих тогда депутатов Это была как раз фракция Единая Россия Вот и вся история То в данном случае, когда то, что делает их руководитель хорошо или плохо Они всегда оценивают это хорошо А почему тогда все на Владимира Быкова-то? Где депутаты-то, которые отвечают? Ну, как вы говорите, депутаты? Депутаты голосовали за изменение земли Ну, голосовали же Ну, голосовали, да И знали ведь наверняка, зачем изменяют статус Особенно учитывая, что Альберт Бекалюк, кстати говоря Тогда уже в нашей студии, по-моему, говорил Зачем это собираются делать? Он на тот момент говорил, когда как раз перед депутатами Это точно так же, как сейчас была история Мы когда выступали по поводу непередачи водоканала Городского там Потому что мы тоже видели, что идея сама хорошая Но исполнение было плохим Потому что то, что сегодня происходит там Цели, которые ставятся Цели и задачи совершенно другие Да, да То в данном случае там точно такая же история И я считаю, что, ну, по крайней мере Что мы можем в этом случае сделать? Больше никогда этих депутатов, которые так себя ведут Никогда за них не голосовать Потому что по закону их нельзя привлечь Дмитрий Русских в нашей студии Мы продолжаем Но я не знаю, еще раз напоминаю Что сегодня позицию защиты озвучивают В Первомайском районном суде И, наверное, где-то вот в ближайшее время Ну, я думаю, что Поймем, какое наказание выберут Как раз защита будет выносить о том Чтобы его оправдать и отпустить Ну, это будет противоположная совершенно Точка Не признаем вину Да, да, конечно Ладно, давайте мы к пленарке вашей ближайшей обратимся 25 февраля она будет И, собственно говоря, там две Нет, там на самом деле больше вопросов Нам много, да Но две важные темы, которые нас интересуют Мы одну из них начали с вами обсуждать во вторник В дневном развороте Когда, собственно говоря, выяснилось Что вслед за вашим законопроектом О прямых выборах мэра и устранении двоевластия Которые отклонили на предыдущем пленарном заседании В законодательное собрание вносится второй законопроект Они в прошлый раз были рядышком Это законопроект еще из прошлого созыва Тоже об устранении двоевластия То есть один человек будет возглавлять Киров Но в этом законопроекте В тексте, насколько я понимаю, да Указано, что мы не будем выбирать этого человека И депутаты не будут его выбирать А назначать его будет конкурсная комиссия Фактически Потому что депутаты, конечно, за него должны будут Либо проголосовать, либо нет Но это не совсем выборы Но, смотрите Этот законопроект вынесен у вас в пленарном заседании В первом чтении Значит, смотрите Это совершенно разные два законопроекта Потому что в первом варианте, который мы предлагали Это прямые выборы Это когда кировчане сами определяют Значит, второй, который сейчас предлагает Такое для того, чтобы сбить немножко этот накал Который мы там объяснили Что в данном случае сегодня система назначения В городе Кирове, наверное, как и во всей стране Не работают Те людей, которые их привозят Которые здесь работают Они занимаются в основном Извините за воровством только И мы это видим по уголовным делам Ну не все, подождите Ну большинство Значит Да Значит Или они неэффективны как специалисты Как профессионалы То в данном случае мы и предлагали Что давайте, если сегодня Там уже, по-моему, 15 лет Эта система не работает И главы администрации у нас не работают Больше трех лет Которых назначает там Или губернатор Или какие-то коммерческие структуры Да Мы все-таки Право это отдадим кировчанам Потому что мы все друг друга знаем И мы готовы взять на себя ответственность Если нам даже и не понравится В этом будем виноваты только мы Да Тот законопроект, который сейчас вышел Он такой Как бы С одной стороны говорит о том Что мы убираем двое власти С другой стороны Ничего на самом деле не меняется С сегодняшней ситуацией Когда Эта же комиссия То есть у нас просто У нас просто глава города Не будет называться главой города Будет называться главой Кировской городской думы Да А главой города будет называться Глава администрации Глава администрации Как это было с Василием Алексеевичем Нет, с Алексеевичем Такого не было Который избирал Он тоже был в статусе главы администрации Нет, он был мэром города Но избирался он на прямых выборах Но избирался он на прямых выборах А председателем городской думы Так и назывался Председатель городской думы Ну как бы вот так Сейчас примерно то же самое предлагают, но только они полностью убирают возможность кировчан влиять на эти процессы, и они хотят тоже через комиссию назначать этого мэра города. Так, Дмитрий Михайлович, вот смотрите, Роман Береснев, председатель ЗАГС Собрания, был в этой студии в понедельник, как раз сказал, что, скорее всего, мы внесем, значит, чуть ли не на эту пленарку, и внесли. И он мне говорил, что вот эта история с назначением через комиссию, это вообще дело десятое. Да ладно, это первое дело. Давайте мы сначала все-таки, нет, он говорит, ну, нам надо устранить двоевластие и унифицировать вообще систему выборов, там, либо назначений, либо, там, я не знаю, работы глав муниципалитетов. То есть везде, кроме Кирова и Кирова-Чепецка, по одному человеку, в Кирове и Кирова-Чепецке два человека. Давайте мы все-таки как-то приведем в соответствие. Аня, вот эту систему в 16-м году, так как же? А потом уже будем думать на тем, по какому... Единая Россия ее и вносила. Вот они сейчас 15 лет мучились, не мучились, сейчас говорят, что она уже неэффективная, давайте мы сейчас что-то другое придумаем. Но нельзя ничего придумать другое, есть два варианта. Или назначаем, или выбираем. То в данном случае нам предлагают снова назначать. Все. Нет, подождите, я не договорилась все-таки. Роман Берестин говорит, что вот эта вот часть про комиссию, про то, каким образом он будет попадать в это кресло, это потом мы как-то отсюда. Это все, ну, как бы, мы понимаем, что главная суть, что комиссия, комиссия своя. То в данном случае посторонний человек никогда на эту должность не зайдет. Вот мы вам видели пример два года назад, когда лучшим, как бы, главой администрации по всем документам и по всему, ранее нигде не работавший, в таких структурах оказался господин Осипов. Вот мы видим его работу. И что дальше? Он не нравится вам, да? Ну, если кому-то нравится, могут позвонить, сказать, что нам очень нравится все, что он делает. Хорошо. Мне очень не нравится. 211 и 101. Мне кажется, между прочим, дороги стали чистить лучше. Это не благодаря ему, благодаря, что Дорожный фонд с каждым годом все больше и больше было благодаря кировчанам. Если мне сегодня объясняют, что мы делаем дороги, у меня вопрос, ребят, а за такие деньги как нельзя сделать дороги? У нас сегодня бюджет уже 10 миллиардов. Дмитрий Михайлович, обещали с фракциями обсудить вообще этот законопроект, с вами обсуждали, у вас в пятницу пленарка, сегодня четверг, то есть осталось 8 дней. Обсуждали с вами? Пока не обсуждали, потому что сегодня, я так понял, что у нас был совет ЗАГС Собрания, председателя ЗАГС Собрания не было, сказали, что он заболел. Ой, здоровья Романа Александровича будем, видимо, обсуждать чуть позднее или вообще, может, не будем обсуждать. Мне кажется, что такие вопросы, когда выходит с чем-то Единая Россия, то практически формы обсуждения практически нет как таковой. Я вам напомню, мы в этом же помещении сидели, когда мы вынесли прямые выборы и убеждали Романа Александровича о том, что... Давайте поддержим в первом чтении. В первом чтении внесем уже поправки и посмотрим, как, ну, оставим главную суть, что мэра города избирает кировчане. Ну, что он вам тогда сказал? Вы же помните. Так что давайте иллюзии не будем испытывать, значит, обрабатывается новая форма. Вроде, с одной стороны, она как говорит, что это будет там, убираем мы двоеглавие, будет у нас один, ну, прекрасно. Но этот один будет не наш, он будет чей-то. Это не наш будет мэр, а мы хотели бы нашего иметь. Народного. Народного, конечно. Которого выберем, который будет ходить по этим улицам, который будет встречаться с кировчанами, который будет любить этот город и захочет оставить после себя какую-то память. Ну, хорошо, вот хотеть можно, но вы уже дважды вносили этот законопроект и дважды его отклонили. Я так понимаю, что до сентября вы уж точно не будете ничего делать. А мы сейчас с тобой об этом и говорили, что мы постепенно, постоянно ведем работу, хотя мы в меньшинстве, мы любой вопрос доводим и будем долбить, потому что мы считаем, что это правильно, мы считаем, что это нужно кировчанам. И то, что мы сегодня проводили выборную кампанию в том году в городе Кирове, где справедливая Россия благодаря «Спасибо кировчанам» нас поддержала, очень много кировчан, которые говорили, что, ребят, нам бы как-то своего выбрать мэра хорошего, чтобы у нас город-то все-таки превратился обратно в город, а не в деревню. Дмитрий Михайлович, если все-таки вот эта история с законопроектом, с выбором главы администрации, не знаю, главы города по конкурсу пройдет через ЗАГС собрание и станет законом вместо законопроекта, можно ли, например, между первым и вторым чтением внести туда что-то, что позволяет, ну уж раз нам не разрешают все-таки прямые выборы, что позволяет вот этого человека провести хотя бы через конкурсную комиссию? Я такой формы не знаю, потому что главный вопрос, как она будет формироваться и с кого? На сегодняшний день она формируется там, половина от губернатора, половина от депутатского корпуса «Единая Россия», которая в основном представляется. Смотрите, половина депутаты, получается, Елена Васильевна Ковалева, ну вот если мы про недавние как бы утверждения Осипова говорим, вторая половина это чиновники, по-моему, областного правительства. Это пул губернатора, это те представляют, но извините, как можно провести нормального туда? В смысле как? Ну как? Пусть это будет супер-мега подготовленный кандидат, у которого ответы на все вопросы от зубов от скаки. Вы хотите мне сказать, когда полтора года назад подали документы, это глава Первомайского района Симахин. Симаков Вячеслав Николаевич был. Я считаю, что это с большим опытом человек. С огромным. С огромным, да. Его, между прочим, горожане любят и уважают. Его любят, да. Он один из лучших сегодня вообще руководителей в городе. Но у него задача, мне кажется, не стояла, сесть в кресло главы администрации. Подождите, но он подал. Да. Подал Бекалюк, который тоже имеет большой опыт, да, и по крайней мере политический, там, экономический, какое хотите. И подал Осипов, который никогда ничем не занимался и никогда ни в чем не участвовал. Ну, позвоните, но он их опередил везде, он оказывается... Лучшие оценки набрал. Это лучшие оценки, это какой-то... Мы просто достали какой-то алмаз из территории Кировской области, потому что как мы такого прекрасного человека не заметили. Да, когда он все сдает на пятерки, он знает всех лучше все. Там, да, и у меня вопрос. Вы хотите сказать, что он изначально был сильнее Симахина и Бекалюка? Так смотрите, ведь никто же не запрещал 10 подать, например, заявлений, да? Ну, пусть и не пусть не Александрович измором давайте возьмем конкурсную комиссию. Мы понимаем, что это система, которая сегодня сложилась. Она не пускает никого, кто может реально что-то поменять. Сегодня нужны свои, которые будут заниматься ГДМС, гороэлектросетью, коммерческими вопросами. Мы сегодня это видим везде. Посмотрите, как конкурсы проводят по дорогам там в городе Кирове. Ну, слушайте, там ни один конкурс, как и в области, не проходит без жалобы ФАС или через суд. Ну, я думаю, что это бессмысленно обсуждать. Давайте мы там всем городом выберем, его всего обучим, он подаст документы, и он окажется троечником. Я не думаю, что есть такой человек, который изначально, зная, что он хороший кандидат, подаст документы для того, чтобы опозориться. Ну, таких нет людей. Мы сегодня и говорим, что как раз на прямые выборы могли бы прийти те ребята и те люди, которые живут в городе, которые реально могут что-то изменить. И мы это обсуждали уже тысячу раз. Это бесполезная история. И все эти изменения происходят в одном случае. На носу городские выборы, да. Есть большое сомнение даже у Серого дома о том, что партия Единая Россия даже вместе с новыми людьми, которые очень хорошо поддерживают сегодня Единую Россию на всех уровнях, значит, могут не набрать большинство. Из-за этого вся конструкция немножко меняется. А, вот. То есть опасаются того, что если будет большинство не у Единой России в городской думе, то оппозиция выставит своего кандидата, да, и выберет его главой города. И главой города может стать не тот, который нужен. Это главная проблема. А он будет мешать как-то, что ли, губернатору, председательную правительству? Смотрите, все, что сегодня делается, хорошее или плохое, все мешает сегодняшней системе власти. То в данном случае, конечно, будет мешать господину Осипову прокручивать те вещи, которые мы сегодня все слышим. Да, это и касается и дорожных, и дорог, конкурсов. Мы видим, как строители у нас все уже полгода, год уже не получают ни одно разрешение. И прокуратура даже на их стороне все равно ничего не происходит. Как не подписывали разрешение на выдачу строительства, так и не подписывают. Подождите, Ян Чебатарев всех поборет? Слушайте, дай бог, когда Ян Чебатарев всех поборет, чтобы у нас сохранились все строительные компании. Потому что в данном случае рано или поздно это все должно остановиться. Это все сказывается на кошельке кировчан. Мы сегодня видим все отрасли, которые сегодня поражены странным обстоятельством, монополизацией там. Мусорная, строительная, там как бы сейчас будет еще коммунальная, плюс дорожная. Об этом пишут многие телеграм-каналы, да. Это все очень плохо влияет на экономическое состояние Кировской области, на те компании, которые тут работают. Потому что сегодня, если со строительного рынка уйдет там две компании из-за того, что сегодня им деваться некуда, у них нет стройки, они должны распустить людей, они должны закрыться, то в ближайшие там 5-10 лет эти компании ниоткуда как грибы не вырастут, если их не создаст только руководство области, к примеру. Слушайте, а в советское время ведь как-то же все работало, был монополизм ведь, наверное, все в государственных руках было. Тогда государственники были другие. Не надо сегодня путать государственников сегодняшних, коммерческих, да, с теми, которые были в советское время. Ну, это совершенно несовместимо, даже обсуждать смысл этого нет. Конечно, нет. Мы сегодня видим, как работают там государственные предприятия Куприт и Вятавтодор. У меня возникает очень вопрос, а он ни на кого работает? На государство все-таки или на определенные частные компании? Подождите, а почему у вас теперь к Куприту вопросы? Вот у меня к Куприту вопросов после прошлогоднего мусорного коллапса нет. Мы сейчас не говорим, как они убирают. Мы говорим о том, что сегодня везде говорят о том, что там очень эффективное государство, да. Отлично. Мы начинаем смотреть их отчеты, там, этого же Куприта и Вятавтодора по их работе. Понимаем, что неэффективные. Эффективные, но там мало чего есть. А почему-то весь эффект уходит на субподрядные организации, которые там работают. Понятно. Слушайте, ну, это интересная история вообще. Да, кстати, возвращаясь к монополизации каких-то сфер, я, насколько понимаю, как раз вот по факту публикаций в разных телеграм-каналах, медиа, вы, по-моему, ваша фракция, да, вызывала председателя правительства Александра Чулина? Мы приглашали, не вызывали, мы пригласили. Мы приглашали, да, простите, вы же не суд, конечно. Мы не суд, мы приглашаем. Значит, как раз на сегодняшнем совете я спросил, что у нас была подана официальная бумага для того, чтобы пригласить председателя правительства на ближайшее пленарное заседание для того, чтобы ответить на ряд вопросов, которые возникают у депутатского корпуса. После вот этих публикаций. И после публикации, после того, как мы фактически там уже полгода проработали, да, и мы имеем какую-то информацию, мы имеем какие-то документы, которые очень тяжело нам достаются, но мы все равно их там и аудит, и бухгалтерские отчеты по госпредприятиям. У нас есть вопросы. Так. Значит, мы хотели бы их задать. Придет к вам, Александр Анатольевич? Председателя сегодня у нас нет, была исполняющая обязанность, и она сказала, что в повестку наше предложение не поступило. Я спросил причину отказа, она сказала, что вам все. Вчера председатель подписал и отправил почтой. Понятно. Обычной, наверное, почтой России. Почтой России, да, ждите долго, но она придет. Значит, то в данном случае я пока еще не вижу отрицательного, на основании чего они нам отказали. Может там, подождите, может они не отказали, может они сказали придут в следующий раз. Мы же не знаем, вы не видите пока бумаги. Дмитрий Русских наш, депутат Законодательного собрания. Мы сейчас перерыв на рекламу сделаем и вернемся. Особое мнение на 101FM. Это молодежный парламент, зачем? 36 лет, зачем? Зачем молодежный парламент? Лучше бы делами занимались настоящими Дмитрий Русских. Да, мы с молодежного парламента начали нашу программу. Кто не услышал, может послушать потом в записи на YouTube или на нашем сайте. И мы продолжаем к вопросу о выборах или назначении главы города. Это так плавно мы с него перешли на председателя правительства. И вот эта история с тем, что вы приглашали председателя правительства к вам прийти. А он пока не пришел. А он пока не пришел, да. Вообще, хотела вас спросить. У нас ведь полномочия губернатора в сентябре этого года, ну первый срок Игоря Владимировича, заканчивается. И, по идее, полномочия правительства, наверное, тоже заканчиваются с окончанием полномочий губернатора. Там должна быть система, даже если губернатор остается, он должен, наверное, всех отправить в отставку, потом снова назначить. Там целая процедура, да. Да, ну то есть вообще логично, что вы просите председателя правительства прийти и отчитывать. Я вам хочу сказать, что председатель правительства, по-моему, ни разу не отчитывался за весь период времени. Ага, вообще пора тогда. Ну, по крайней мере, был доклад о деятельности, где запретили задавать вопросы и вообще вести какой-то дискут. То в данном случае вот так по-нормальному, да, чтобы он пришел, рассказал, что сделал за четыре года, куда мы приехали или мы уехали, значит, чтобы депутаты задали ему вопросы, конкретно какие-то, которые сегодня наиболее, они считают важными, да. Такого никогда вообще разговора не было. Я не понимаю, в чем проблема вообще на самом деле. Может, времени у него нет. Человек работает. А на вас, если к вам прийти, это вы с вопросами вашими, это на весь день затянется. Насчет времени работы. Вы помните, был недавно в том году, по-моему, его пресс-конференция онлайн. Она прошла, по-моему, около пяти часов. Ну, смутно помню, так. Я считаю, он может себе позволить пять часов проговорить с журналистами, а почему он не может потратить два-три часа, чтобы поговорить с депутатским корпусом, который представляют сегодня избиратели. Ну, ладно, мы будем надеяться все-таки, что в том письме, который вам отправили почтой России, вероятно... Почта России, вероятно. И который к вам когда-нибудь придет, содержится информация о том, что, дорогие депутаты, я к вам обязательно. Мы очень сильно в это верим, потому что вопросов, на самом деле, очень много накопилось. И они, конечно, в основном такие тяжелые. И это касается и госпредприятий, и аэропорта Победилова, и строительного отрасли. Нас все отрасли интересуют, потому что мы сегодня на сегодняшний день видим кругом одни проблемы. И, в общем-то, как я это называю, все доклады председателей, губернаторов, что все у нас хорошо и все у нас прекрасно, она больше мне напоминает такую фасадную экономику, когда фасады мы красим, а внутри там все развалилось. То в данном случае мне почему-то больше кажется, что мы все-таки фасады красим, чем занимаемся чем-то внутри. Дмитрий Михайлович, я вот сейчас подумала, у нас вообще насколько уникальна сейчас ситуация. На дворе февраль, выборы в сентябре. Я вот сейчас просто подумала про то, что вообще мы до сих пор ведь не знаем, а у нас Игорь-то Васильев с нами остается или не остается в качестве губернатора. Ну, слушайте, пока об этом не знает никто. Нет, подождите, но вообще полгода остается. За исключением нескольких людей. Но я так понимаю, что осталось очень мало времени. Мне кажется, что это примерно где-то до 10-12 марта, потому что как раз у нас, по-моему, выборы назначены на сентябрь месяц. Ну, обычно в середине где-то бывает, в первой половине. Да, 14-го числа, да. То понятно, что туда или сюда мы должны там до 12-го сентября уже понять. Или все-таки у нас идет переназначение. До 12-го марта. Марта, да. Или у нас едет к нам новый глава региона. Просто я вот даже по прежним вообще временам сужу. Ну, во-первых, нет никаких заявлений от Игоря Владимировича. Хочет остаться он с нами, хочет остаться или не хочет. Ну, как ведь? Я бы так сказал. Если у нас остается, человек должен сказать, кировчане, вы мне дороги, я с вами, конечно. Если вы меня поддержите. Вы знаете, я думаю, что такие у нас губернаторы вещи говорить не могут, потому что мы, главное, не увидели... Подождите, мы не увидели, главное, встречу с президентом. Да, все начинается, когда прошла встреча с президентом. Президенту не было некогда сейчас тоже. У него там вот все там предыдущие 2-3 недели, это переговоры за большим столом белым. Сегодня у нас губернаторы не могут начать говорить раньше, чем это скажет президент. Пока мы не увидим картинки в телевизоре о том, что произошла встреча, наверное, говорить о чем-то очень странно. И понятно, что никакая выборная кампания там, и то, что вы предлагаете сказать губернатору, не произойдет. Хотя, на самом деле, по некоторым вещам, что, в принципе, они готовятся к выборной кампании, и он надеется, что он получит второй срок. Сегодня были поправки по бюджету. У нас профицит 21-го года состоял почти 6 миллиардов, и собственных средств почти 2,9. Я вижу, как они распределяются, то видно, что это такие поправки выборные. Популистские? Ну, как тебе правильно? У нас вообще вся политика популистская. Но я вижу, что всем немножко по ложке, значит, это и... Во все сферы, по чуть-чуть. Ну, в основном социалка. Это в основном касается и многотетных семей, это касается и ветеранов труда, тружеников тыла. Везде индексация идет, потому что их не индексировали ни разу. Вы думаете, что это подготовка к выбору? Ну, судя по тому, как расформировался вот эти деньги, конечно, что львиная доля почти 2 миллиарда уходит на дороги. Значит, дороги наши, а все. Роман Береснев, кстати, это в области, да, в районах области? Да, там пойдут... Роман Береснев об этом говорил. Да, дороги это все. Вопрос другой возникает. У нас сегодня до такой степени сложился большой дорожный фонд, то с учетом того, что рынок монополизирован фактически государственными компаниями, есть опасность, что... А кто будет осваивать эти денежные средства, потому что реально... Некому работать. Да, некому фактически не... На что сегодня министр транспорта сказал, что у них все хорошо, и все они это освоят, ну, на самом деле очень... Лето покажет. Лето покажет, да. А точнее, следующая весна. Да, объем, на самом деле, денежных средств на дорожное хозяйство, ну, вот на этот год очень получился большой, тем более с поправками почти 2 миллиарда, плюс у нас и дорожный фонд 9. Ну, короче, суммы очень значительные, и понятно, что еще туда добавляют... Социалка, дороги. Социалка, дороги, да, значит... По косвенным признакам мы делаем вид, что... Точнее, мы понимаем, что... И эти деньги в основном уходят в муниципальные образования, на сельские дороги, да. В районы области. Да, то, что вот буквально... Которые традиционно голосуют за Единую Россию. Ну, для того, чтобы они не сомневались в правильности, да, но не всегда они голосуют за Единую Россию, и я думаю, что это как бы вот такой посыл все-таки, я вижу в нем там, да, ну, бог с ним, пускай под выборы что хотят, обещают, и денег дают, лишь бы в пользу была там от этого. Значит, и, ну, вот, мне кажется, что он все-таки собирается. Ну, мне кажется, до конца не уверен. То есть мы знать этого не можем, и пока вот мы не увидим Владимира Владимировича за этим большим белым столом. Я просто тем слушателям, которые, может быть, в интернет не заходят и не видели, это огромный белый овальный стол длиной метров 25-30 примерно, да. На одном конце этого стола сидит Владимир Путин, наш президент, а на другом конце стола, я думала, туда только иностранных лидеров сажают, у которых неправильные прививки сделаны от ковида. Нет, там сидит и Лавров, и Сойгу. А тут уже, да, уже и Лавров, и Сойгу. Смотри, это все, конечно, смешно, но возвращаясь к нашей истории, к нашей истории, да, если мне память не изменяет, то Николай Иванович Шаклеин тоже был до последнего уверен, что его переназначат, значит, и встречи его не было с Медведем, а сразу пришел уже кандидат, и это все быстро очень поменялось. С Никитой Юрьевичем вы не помните, когда были выборы? Меня просто не было в Кирове, в марте или в сентябре? Какие выборы? Подожди, подожди. В 2009 году у нас губернаторы назначались президентами. То у Никиты Юрьевича в 2009 году не было выборов. Не было выборов. Он пошел на первые выборы в 2014 году. Я просто помню, что примерно в середине декабря, это числа 2014-2015, было сказано, что рекомендован Никита Белых. Я хочу сказать свою точку зрения. Конечно, на фоне всех вот этих коррупционных дел, скандалов, судов, значит, которые сейчас происходят и вице-губернаторы, и министры, и глава администрации города, и бывший глава. Ну, конечно, в моем понимании, сегодня назначать человека на второй срок после таких кадровых решений и такого, что происходит, конечно, это маловероятно в моем понимании. Это там какое-то дно уже происходит по речи. Ну, я ничему не удивлюсь, но, в принципе, я очень сильно сомневаюсь во втором сроке, потому что, ну, на самом деле результатов больших никаких нет, кроме коррупционных дел и судебных. А вы думаете, это будет хорошо, если нам сюда кого-то новенького пришлют? Это же заново все, вот это все перетрясать все. Будут люди, будут меняться в кабинетах, придется там телефоны всем, кто контактирует так или иначе, новые учить. Тогда надо просто вот сейчас, как по новому закону, да, о публичной политике. Вот приходит губернатор. А, точно, и пусть пожизненно. И пожизненно сидит. Но если мы с этим, вы хотите жить пожизненно, давайте. Это еще поправки в устав. В устав, который вы тоже можете встретить. В данном случае тоже такая история там, да, я всегда говорю, что если хорошо работал глава города, депутат, значит, или мэр, или там губернатор, или председатель правительства, бог с ним там, да, значит, то люди должны ощутить на себе, что они стали жить лучше, что значит, что если они на себе это не ощущают, значит, работа плохая. Вот весь ответ. Значит, вы-то не голосуете за этого депутата, за этого там, губернатора, или за этого мэра. Подождите, Дмитрий Михайлович, все-таки не совсем справедливо. Вот это ощущение жить лучше, это такое субъективное ощущение. И если мы стали жить хуже из-за того, что ковид, из-за того, что там какая-то, ну, какие-то проблемы во внешней политике, из-за этого падает рубль, и все дорожает. Хорошо, окей. Из-за того, что дорожает бензин, губернатор Игорь Васильев в этом не виноват. Подожди, конечно, ни в чем не виноват. Смотри, смотри, я сейчас перехожу в другой формат. Значит, комфортная среда, да, стали ли города чище, стало ли, как бы, для молодежи... А это муниципальная власть. Слушайте, для молодежи... Это Осипов. Нет, тренд создает глава региона. Хорошо. Значит, стало ли больше оставаться молодежи, появились ли рабочие места, выросли ли зарплаты там, да. Какая инвестиционный климат. Знаешь, очень много показателей... Это же все равно взаимосвязанные вещи. Да нет, ну, слушайте, но... Вообще с федеральными вот этими историями, с ковидом и со всем остальным. Подожди, сколько сегодня профицит федерального бюджета? Сегодня денег в федеральном бюджете столько, что не было никогда. Так. Да, то в данном случае мы сейчас... Причем тут федеральный бюджет? Федеральные бюджеты в 20-м, 25-м, в первом году под ковид дали, ну, небывалые деньги во все регионы, да. Плюс мы сегодня говорим, что у нас профицит 6 миллиардов. Это тоже произошло благодаря тому, что, в общем-то, и пришли федеральные деньги, плюс выросли очень сильно продажи там и по НДСу, и по всему, по всему, по всему. Ну, короче, все заработало, и мы получили эти деньги. Вы движений не видите в позитивную сторону, вы про это, да? То есть нет даже попыток каких-то что-то организовать, что-то сделать для того, чтобы и молодежь оставалась, и город красивее становился. Ну, не только город, у нас же города, значит. У нас вообще экономика должна развиваться, у нас как-то вот все, инвестиционный климат очень важен, поддержка малого и среднего бизнеса, о котором мы постоянно говорим, и мы в этом году снова им не помогли. Ну, очень много вещей, когда можно сказать, что там отец города, отец территории. Вы этого не видите. Я лично этого не вижу, к сожалению. Дмитрий Русских в нашей студии, мы, к сожалению, заканчивать должны. Спасибо Дмитрию Михайловичу. Всем спасибо, всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM.